Как преодолеть страх трогать женщин, если есть страх общества, что тебя потом уволят с работы, посадят в тюряку, и ты попадешь во все новости? Чувак, просто еще раз сходи на телеску. Просто такие страхи проходят на телеску. Когда ты ходишь и доябываешься до всех женщин, незнакомых в торговых центра, не знаю, везде, в метро, везде, где тебя пошло, на улице, все, после этого отказывают страхи. Знаете, в свое время в Израиле сказал, когда я понял, что обжать можно любое, я это называл обжать, то есть подойти сзади, взять и начать вот ровно, что можно к любой подойти и начать это делать, мне это просто снесло башню. Мне тогда молодому еще пацану, мне такое удовольствие несказанное было увидеть какую-нибудь девушку с какой-нибудь классной задницей, подойти потрогать за нее, легально. Ну ебать, короче, какая-то крутая тема. То есть на телеске есть просто куча фишек, как это сделать, короче, какие легенды говорить ей на ушко там в процессе, чтобы она не обращала внимание, что ты ее за попу дрогаешь, просто пиздец вообще. Короче, я только месяц я не занимался сексом, я ходил, не мог остановиться, каждый день подходил и обжимал тело, просто обжимал, 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 обжимал. За это стал как раз таки популярен тогда, и тогда Гриша меня узнал, потому что он увидел, как это делает. Меня позвал в Израиль, чтобы я показал, как у них это делать, потому что они тоже хотели хватать. Я там негритян хватал всяких, мулаток. Есть девочка с автоматом, я ее вот так вот держу, она, у нее автомат, короче, ну где-то фотки есть, с шариками, что-то такое, на плечи закидывал, это просто кипец. Важная вещь, то есть нужно, первое, техника, освоить технику и что говорить, и прокачаться в полях реально. Вот понимаете, есть сейчас очень много онлайн там всяких тем и так далее, но вот это вы, без этого, без прокачки в полях, ну просто нет, друзья, ничего не будет, так. То есть, к сожалению, это так. Тут нужно будет выйти на улицу, это по 3.9. Вам так башню сорвет, как не в свое время сорвало. Жалко, что я все это заново не могу пережить, потому что уже так не штырит просто, вообще не штырит уже, вот это вот. Просто представляю, вот если вы этого не делали, ну блин, когда вы это сделаете, то есть вам нужно сделать упражнение стандартное, 25 задниц, да, то есть 25 задниц. Дальше. Подходить, короче, сзади, сразу трогать ее, обнимать ее сзади, на плечо власть девушку носить и так далее. То есть, короче, куча вот таких вещей, которые, ну просто, вы должны это один раз в жизни попробовать, чтобы понять, что любую, вообще без привлечений, хоть и с Бентли она вышла. Неважно, короче, вы можете подойти и ее облапать. При этом правильные слова говорить и вас не атакует ни общество, ни полиция не заберет, ничего не произойдет, понимаете. Важно легенды произносить, которые вас отмажут. Все, пиздец, это круто, понимаете. То есть, вот, некоторые из вас станут фанатами этого и будет вас переть, как от... Короче, в течение нескольких месяцев, как меня в свое время и всех, кого я на это в свое время подсадил. Это как реально. То есть, вот эти красивые женщины, которые... Я помню, один чел ко мне, подходит, Ярик такой был чел, он еще потом, спокойной ночи, мужики там была такая придача, снимался и так далее. Многие знают, он древний достаточно чел, там уже лет 7 назад. Его так поперло, ну, он был одним из лучших барменов мира. Он там выиграл в конкурсе в Англии, там, в Свис-отеле Красной Холмы работал в баре. Один из лучших барменов мира был, потому что Свис-отель Красной Холмы, это был коктейль-бар, который, я не знаю, есть ли он сейчас, но, в общем, он тогда входил в десятку лучших коктейль-барахулиров по какому-нибудь английскому рейтингу. И он, значит, прошел тренинг, и после этого ко мне подходит и говорит, Алекс, это нормально, я чувствую себя животным, я чувствую запахи, я чувствую, как от какой телки пизды пахнет, я чувствую себя животным, я не могу остановиться, я хожу, я обжимаю всех на своей работе, короче, всех клиенток зажимаю, я трахую в туалете, короче, одну за другой. Я говорю, блядь, что, сука, со мной происходит? Мне кажется, что я ебнулся, Лес, я нормальный. Я говорю, ты нормальный. Это пизда ты, короче. То есть иногда очень сильно некоторых людей прямо так ебашит от этого, что это кайф просто, это кайф. Ну, да, у всех это проходит, у тебя ебашит несколько месяцев. Потом Ярик в результате пошел вообще в какие-то темы там связанные с цигун, поехал к такому-то шаману в Якутию, там проходил какие-то очистки, там что-то такое делал, короче, с духовностью связано. У него там жена, дети, сейчас все нормально. Вот. Он на стену выпал, нашел себе суперкрутую телку, от которой его штырят и остановился на ней. Вот. Но в свое время он просто там одно за другое закрывал. Прямо из клиентов, из там таких посетительств. Ну, такой вот прикол. И, не знаю, хорошо, что у меня в этом жизни было, потому что это надо попробовать обязательно. Если ты это не попробовал в жизни, ты, блядь, реально жизнь зря прожил, как мужчина. Просто пиздец, потому что вот это ощущение, ощущение, я король улицы, блядь. Я, сука, король улицы. Это такое чувство, да. Я король улицы. Ни один даже олигарх, ни один Путин не такой король улицы, как я, потому что, сука, он так не может. Вот это чувство, оно дает такой вообще по жизни такой бустер. Вот знаете, я помню, все страхи отказывают на этот момент, на эти 30-60 дней, там сколько-то, 4-30, да. После того, как ты прокачался по теме того, что ты можешь любую девочку подойти и обжать, после этого любая ситуация, выступление перед большой аудиторией, ты чувствуешь силу, потому что, ты понимаешь, они так не могут. Они просто посруются это сделать. Любой из них, они не способны на такую херню. Я могу все. Ощущение, я всех могущий. Вот. Это просто. То есть, ты понимаешь, что ты просто вот из этой толпы там выступаешь, я помню, у меня было выступление на конгрессе, на буквы тысячи человек. Я понимаю, что ты не испытываешь перед ними ничего типа страха вообще и так далее. Ты чувствуешь, что ты можешь любую… Я тогда в Китае как раз выступал. Я понимаю, что я могу сейчас трахнуть или взять, обжать любую из присутствующих здесь китаянок, неважно, какого они уровня находятся, понимаете, в чем прикол, что дает это вообще. Ты можешь на конвергерском подойти к Ксюше Собчак и на нее тоже самое напасть. Но, кстати, это делал. Только уже когда я познакомился со Собчаком, нападал на нее. А она говорила, отстань от меня. А я такой, понимаю, что я ее сейчас порву. Вот. Ну, немножко я поделал, не сильно так, лайтовенько. Чуть-чуть по лапке совсем. Не жесткая. Рыбка хотела, чтобы ее жесткая, но я понимал, что рыбка этого хочет, и Ксюша этого ждет, и поэтому очень аккуратненько. Почти незаметно. Так, чтобы она не прочувствовала, что я делал. То есть, после вот таких прокачек, после любого телка, вот, знаете, любую телку по жизни встретишь, там, супер-аккуентная. Такая возможность распродовернется, да? И вот это вот, смотрите, энергию из них. Тащишь энергию, когда трогаешь. И любую женщину, когда ты трогаешь, ты как-то забираешь в душу. Как Дункан МакКлаун, короче. В моих руках энергия тысяч женщин, которых я лапаю. Я помню, одна ведьма со мной встретилась, и она сказала, «Я хочу с тебя снять энергию тысяч женщин, которых ты трогаешь». Это пиотин. Редактор субтитров А.Семкин РееClass Корректор А.Егорова